Спекулировать муниципальными квартирами, как пирожками, именно этот грех инкриминируют в рамках уголовного процесса бывшему директору управляющей компании «Союз Плюс» Евгению Клевцову. Дело в том, что Евгений Лукьянович рассчитывался с подрядными организациями, не принадлежащими ему муниципальными квадратными метрами. Громкое уголовное дело о квартирных аферах, которое кулуарно тлело следственными действиями еще с мая 2013-го, произвело эффект разорвавшейся бомбы только в январе 2015-го. Получив от застройщиков квартиры для решения социальных задач города, чиновники управления по жилищным вопросам мэрии, не регистрируя их в Росреесте, передавали в собственность поставных лиц по сделкам купли-продажи. При этом цена реализованного жилья в среднем искусственно занижалась на 30-50%. Больше всего тогда впечатляла даже не сама схема манипуляции, а масштаб проблемы. Изначально было заявлено о полутора тысячах квартир, ушедших налево. Но по ходу пьесы эта цифра подусохла. Во всяком случае, в обвинительном приговоре, зачитанном в декабре 2016-го, фигурировало только 25 доказанных эпизодов. Гученко, Селякин и Пихина, действуя организованной группой Мишина, совершили 25 хищений и одно покушение на хищение денежных средств муниципального образования города Новосибирска путем мошенничества в крупном и особо крупных размерах, причинив ущерб на общую сумму 18 миллионов 201 тысячу 690 рублей. Осенью 2017-го в коридорах Ленинского районного суда не слышно затворов фотоаппаратов и не видно нагло снующих операторов. Гвоздь программу уже совершенно по другому уголовному делу, но тоже квартирному. Это Евгений Клевцов. Но то, о чем не хочет откровенничать Евгений Лукьянович, не секрет для гособвинителя. По двум эпизодам, которые вменяются Клевцову, были заключены фиктивные договоры социального найма. Пакет документов вместе с этими договорами были переданы в городское жилищное агентство с целью заключения уже договора о передаче в собственность данного имущества. Всего в рамках этого уголовного дела фигурируют пять муниципальных адресов. Свидетельские показания, в числе прочего, дает и Олег Тихомиров. Это ему, как директору подрядной организации, с которой не рассчитались за уборку снега, были предложены муниципальные квадраты. Отчет был сдан. Были фотографии сданы, были акты сданы. И расчета по окончанию не произошло. Было предложение Клевцову Евгений Лукьяновичу, что можно за место этого объема получить комнату. С Олегом Тихомировым даже был заключен договор приватизации, который, впрочем, по требованию мэрии в мае 2015-го был аннулирован. Тихомировские следы сегодня можно найти по одному из проблемных адресов. Судя по списку должников перед управляющей компанией, на 22 сентября 2017 года, в седьмой квартире, которая нас интересует, проживает или прописаны три человека. Фамилия одного из них странным образом совпадает с фамилией свидетеля по делу Клевцова. Впрочем, в управляющей компании утверждают, что человек с такой фамилией уже выписан. В августе к нам приходит решение суда, по которому господин Тихомиров был выписан как человека, незаконно завладившего квартиры. Еще одним любопытным обстоятельством криминальной истории стало то, что в ней упоминается фамилия бывшего главы администрации района Евгения Пономарева, который якобы иизировал фиктивные договоры. Подписи от имени главы администрации Ленинского района, который якобы заключал эти договоры, выполнены не им. И печати, также стоящие на договорах соцснайма, выполнены не печатью администрации Ленинского района и мэрии. При каких обстоятельствах вы вообще впервые узнали об этой истории? Наверное, это был уже 15-й год. Когда уже шло предварительное следствие? Когда следствие шло, да. Видите, тут трудно установить время, потому что когда меня это спрашивали на этапе предварительного следствия, я не мог пояснить им, потому что я реально не понимаю, в какое время готовились вот эти вот поддельные документы. Ну как нынешняя районная администрация комментирует криминальные схемы с муниципальным фондом, которого с вожделением ждут тысячи очередников. Подложные договоры, это у нас, к счастью, впервые. И все эти случаи идут от того, что управляющие компании употребляют своей информацией, и они по факту скрывают от нас, от администрации района данные об освободившемся в жилых помещениях. Уголовный процесс по Евгению Клевцову в самом разгаре. Но этот персонаж уже попадал в поле нашего зрения. Несколько лет назад Евгений Лукьянович был героем нашего расследования гражи денег на компенсационных посадках деревьев. Вы мне сказали лично, что вы не помните, где высаживались эти деревья. У нас очень много, где высаживались деревья. Пошли хотя бы одно место. Я не буду показывать. Может быть, вы все-таки напряжете память? Может быть, мы с вами пообщаемся? Нет, я очень стар. Ну, я думаю, ненамного. Три контузии говорят сами за себя. И полная амнезия? Да. Похоже, что на этот раз амнезия не спасет комбинатора Клевцова от обвинительного приговора. Это только вопрос времени. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.